добрый вечер уважаемые друзья добрый вечер коллеги рад вас видеть на сегодняшнем мероприятии она у нас посвящена презентации компании skyway капитал и просьба дать мне обратную связь в нашем чате вебинара слышно видно меня хорошо или не очень речь у нас с вами пойдет сегодня краткую технологии skyway разработан натуре дарча меницким и о предложении компании skyway капитал по сути дела формат презентации не меняется до меняется новости меняется информация о том что мы проделываем сегодняшний день в принципе ни одного одинакового вебинара сразу вам хочу сказать нет суть остается той же как мы говорим да канва о чем мы знакомим людей цель проведения подобных мероприятий это донесение информации до потенциальных инвесторов либо до тех людей которые скажем так приняли решение до стать нашими инвесторами и пришли еще уточнить какие-то моменты также это по сути дела вспомогательные мероприятия для тех людей кто у нас развивает партнерскую структуру потому что у нас есть еще возможность получения дохода до момента выхода группы компаний skyway на мировой транспортный рынок и на мировой рынок инвестиций и сегодняшний вебинар у нас пройдет в том же формате то есть мы посмотрим может быть один два ролика один ролик увидели сейчас перед началом нашего мероприятия это по сути дела где-то информация полутора месячной давности на центральном телевидении белорусском канале беларусь 1 в новостях то есть как правило в 9 часов вечера в течение там 30 и 40 минут идут новости на всю белоруссию рассказывалось о экотехнопарке так сегодня называется скажем так тот участок местности на котором у нас строится демонстрационный сертификационный центр технологии skyway skyway я думаю вы в своем большинстве понимаете это небесной дороге в переводе с английского языка sky небо вы и пути дорога и так коллеги не будем затягивать время и сразу хочу сказать что в принципе форматом как я говорил канва остается прежде но тем не менее все равно мы все меньше говорим о том что было да потому что действительно на начальных этапах 2014 году когда были привлечены первые инвестиции проект skyway на тот момент уже потому что все что было до 2014 2013 года называлась трудным транспортом струнные технологии юницкого называлась таким образом да а именно название skyway было скажем так сформировано и принято на вооружение в тринадцатом четырнадцатом году вот и мы сейчас немножко больше времени уделяем тому что происходит данным поэтому все равно мы кратко пробежимся по истории те кто не видел те кто не знает да а те кто знает еще раз послушайте перед вами находится человек который является генеральным конструктором струнных технологий он же является президентом группы компаний skyway анатолий дар чиниц родился на территории республики беларусь советские времена поэтому его называем российский белорусский советский ученый предприниматель изобретатель технологию которая называется струнные технологии он внедряет уже на протяжении почти 40 лет сразу хочу сказать когда 39 лет для транспортного отрасли это не так много и когда мы говорим о струнных технологиях в целом это не только транспорт вот это континент и дев reel Connor который плох богу эта прес dirigите в ролике и увидите на файме основной из игры перечислено это еще строительство мостов по струнным технологиям это строительство взлетно-посадочных полос и аэропортов аэродромов это строительство высотное здание и ныдания коттеджного типа также построена технология может зависеть я не портал которой могут быть извинены на морях океанах и на крупных озерах. Все это экономит огромное количество строительных материалов, огромное количество денежных средств, русских ресурсов. И все это, скажем так, позволяет, данные технологии позволяют сделать те сооружения, в которых они применяются, более надежными, более долговечными. Вот, например, заявление Анатолия Дарчевницкого о том, что струнная эстакада, которая возводится для транспорта в Каиле, может служить сто лет. Ее не нужно ремонтировать, ее не нужно, скажем так, поддерживать работопособное состояние. Ну, давайте с вами сравним просто с автомобильными дорогами, железными дорогами. Я живу здесь в Москве, в Подмосковье, каждый день забираюсь на электрички. Кстати, электричка вроде бы надежный транспорт, в большинстве своем случаев, то есть электричка метро в Москве. Но сегодня, например, электричка опоздала более чем на 20 минут. Предыдущая пришла вовремя, немножко не успею, следующая на 20 минут. Это происходит в регионах Российской Федерации, но не только, я думаю, каждый день. Итак, 39 лет для технологий в целом, это не так много. За время разработки и внедрения своей технологии Анатолий Дарвич Юницкий стал членом Федерации космонавтики СССР. Это были 80-е годы прошлого столетия. Кстати, это первая структура, которая признала всю перспективность использования струнных технологий и их развития на территории Советского Союза. Тогда была такая страна большая, в которую входило 15 республик сестер. Вот дай бог, чтобы эти сестры все-таки оставались друг другу сестрами. Далее, дважды такая структура, как организация обменных наций выделяла денежные средства на разработку и внедрение данной технологии, увидев всю перспективность, полезность, скажем так, и преимущества данной технологии по отношению к тем технологиям, которые мы с вами используем. А мы с вами сегодня используем 4 транспортные технологии. Это автомобильный, водный транспорт, это железнодорожный транспорт и воздушный. Причем водный транспорт нам известен очень давно, то есть наши предки стали путешествовать еще в доисторические времена. Вы помните, строили там кто-то на лодках, потом хвата были, войны были на море и так далее, и так далее. Намного позже пришел транспорт железнодорожный, еще чуть позже появился автомобиль. Ну и самый поздний, наверное, из тех транспортных систем, которые мы сегодня повседневно используем, это авиация в широком масштабе. Потому что, скажем так, автомобиль в конце 19 века, там первые попытки со зданием появились авиация, это начало, самое начало 20 века. Все эти четыре транспортные системы нельзя назвать идеальными с точки зрения, скажем так, безопасности, экологичности, скорости и очень важный момент всепогодности, да, как мы говорим, и всерельефности. То есть все вот эти недостатки, которые есть в каждой отдельности взятой технологии автомобильной, авиационной, водной и железнодорожной, практически устраняют технологии, разработанной от Олега Рачеминистера. За время разработки технологии и внедрения ее, у него более 140 изобретений, и несколько десятков сегодня на практике уже применены в целом ряде направлений развития промышленности и сельского хозяйства. У него 18 монографий, более 200 научных работ, которые издавались в различных печатных изданиях Советского Союза, Российской Федерации и не только. Большой-большой пласт информации непосредственно о генеральном конструкторе технологий, непосредственно о технологиях самих, с точки зрения технических возможностей, да, экономические различные расчеты, вы можете найти на сайте www.unitsky.com, адрес которого вы видите вот внизу данного слайда. Вплоть до информации и до материалов по заключенным государственным контрактам на строительство дорог в целом ряде регионов Российской Федерации, что было на третьем этапе развития струнных технологий. Ну, об этом мы вкратце впереди еще поговорим. Три высших образования, которые есть у Анатолия Дарченицкого, это инженер транспорта, патентное право изобретательства и проектирование строительства высотных зданий инфраструктурного сооружения, он сегодня реализовывает на практике технологии, которые сегодня мы выводим на мировой транспортный рынок. На данном слайде вы видите кратко перечисленные преимущества технологий, да, их гораздо больше. Здесь, скажем так, выделены основные. То, что я говорил, низкая себестоимость строительства, отказания транспортной услуги, низкое энергопотребление, минимальный землеотвод в сотни раз меньше необходим для того, чтобы построить дорогу по сравнению, например, с автомобильной дорогой. Высочайший уровень автоматизации. Уже все чаще в прессе, буквально вчера я слушал информацию касаемо развития МЦК, Московского кольца, который запустили здесь электрические ласточки, то есть президенту России, Путину докладывали, что, да, вот мы запустили современные поезда, классные, но мы уже, говоришь, сейчас закупили следующего поколения и подходим к тому, чтобы сделать эти, скажем так, поезда, чтобы они ездили в автоматическом режиме, то есть без машинистов. Это вчера было заявлено на канале России 24 касаемо транспортной тематики. Здесь в технологии ЮНИСКО тоже предусматривается вариант, что ЮНИБУСы будут передвигаться в автоматическом режиме. Высочайший уровень безопасности по сравнению, скажем так, с тем, что мы имеем на сегодняшний день, то есть в тысячу раз безопаснее данной технологии, если сравнивать, например, с автомобилем. Каждый год у нас в автомобильных катастрофах и авариях погибает в мире более миллиона человек и в десятки раз больше становятся инвалидами, скажем так, либо получают различные увечья, которые меняют качество жизни людей, попавших в эти аварии. И, как заявляет ЮНИСКИ, ближайшие 100 лет после начала применения данной технологии мы сможем, когда перейдем на данную технологию повсеместно, похоронить 100 миллионов человеческих жизней. То есть люди спокойно смогут гулять по земле, абсолютно не опасаясь, что на них кто-то наведет или собьет, потому что транспорт будет передвигаться на втором уровне, то есть на земле. Соответственно, транспорт не будет пересекаться, скажем так, с местами миграции диких животных, не будет пересекаться друг с другом, как это происходит. У нас железные дороги пересекаются с автомобильными, часто случаются аварии и много чего еще. То есть можно использовать изобновляемые источники энергии. Данный транспорт является экологически чистым. Для людей, которые будут перемещаться внутри транспортных средств, это будет очень комфортно, потому что очень низкий уровень шума, высокий уровень комфортности. Минимальные, скажем так называемые, нагрузки при торможении и разгоне, потому что, когда мы с вами перемещаемся в городском виде транспорта, у нас там есть светофоры и так далее, мы часто испытываем, что сели, только разогнались, встали и так далее. Здесь такого происходить не будет. Экономия времени и финансовых затрат, как на строительство, так и на оказание в дальнейшем транспортной услуге. И очень важный момент, то что дороги, которые будут строиться по технологии, разработанные низким, у них будет очень быстрый срок окупания. Это если подходить с точки зрения, наверное, извлечения прибыли в будущем, да, для тех компаний, которые будут использовать данную технологию в строительстве дорог, возможно, каких-то своих, да, функциональных, касаемых, например, разработки каких-то месторождений и так далее, и так далее. То есть это очень важный фактор. Ну и чтобы понять, что из себя представляет данная технология, давайте я вам сейчас включу короткий ролик, демонстрирующий, что из себя представляет транспорт юнистского, да. Эта технология называется Transnet. Как мы привычно говорим на наших вебинарах, это следующий этап развития мировой паутины, то есть это мировая паутина под названием Transnet, впитывающая в себя все преимущества IT-технологий, интернет-технологий, той мировой паутины, к которой мы с вами почти привыкли, потому что все-таки огромное количество уголкового земного шая, даже в развитых странах, интернета там практически нет, да. Так вот, все достоинства интернета, IT-технологий в себя впитает новая мировая паутина под названием Transnet, это паутина перемещения грузов в людей. Итак, друзья, технология, транспортные пути – живительные артерии современного мира. Кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться. Представьте себе быструю и экологически чистую транспортную систему, для строительства которой потребуется в десятки раз меньше материалов, земли, средств, чем для классических дорог. В мире нет аналогов этой системы, хотя все ее элементы известны и используются сегодня. Традиционная транспортная система неоптимальна и не отвечает требованиям времени. К идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа. Основа трансмета – жесткострунного рельса, по своей сути – мостовой ванты. Струна, зашитая в балку жесткости, становится легкой, но необычайно прочной путевой структурой. Транснет – изобретение Юницкого, признанное в научном мире и проверенное годами испытаний за патентованной технологией. Это коммуникационная система из трех составляющих. Специальная путевая структура, установленная на опорах. Подвижной состав на стальных колесах. Инфраструктура – транспортная, энергетическая и информационная. Расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии, а также для обеспечения высокого уровня безопасности. Транснет – очень простая и универсальная система. Спектр ее применения практически не ограничивает. Технологии Транснет эффективны в самых разных отраслях экономики. При разработке месторождений, при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах севера России. Транснет – это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт. Итак, друзья, данная путевая структура, которую вы видели на опорах, она может быть поднята над землей на несколько десятков сантиметров до нескольких десятков и сотен метров. И речь идет о транспортной технологии, которая затронет три сегмента транспортного рынка. Это городской SkyWay со скоростью, скажем так, перемещения транспортных средств внутри городской инфраструктуры, причем как новые города, которые будут строиться, вот речь идет о линейных городах, то есть есть еще, скажем так, теория создания линейных городов, разработанная тоже в Инстинске, так и в те города, где инфраструктура уже, как мы говорим, устаканившаяся. То есть в нашей мегаполисе можно устраивать легко данную транспортную структуру, и она будет перемещаться со скоростью от 50 до 150 км в час. Грузовой транспорт, который сможет перемещаться со скоростью, перевозить грузы до 120 км в час, причем это могут быть тепучие грузы, это могут быть, скажем так, наливные какие-то, тот же там бензин, нефть, жиженый газ и так далее, и так далее, да, контейнеры в розы, вот. И высокоскоростной междугородний SkyWay, те, кто внимательно смотрел ролик перед началом нашего вебинара на канале новостей, да, Беларусь-1, там говорилось уже о скорости до 600 км в час. Мы говорили все предыдущее время до 500, да, мы говорили о четвертом поколении, сейчас уже речь идет, скажем так, о доработках, о разработке чуть ли не пятого поколения технологии SkyWay. Далее, как я говорил, мы раньше подробно останавливались на каждом этапе развития, сейчас сразу же хочу сказать, что с конца 70-х годов, да, до сегодняшнего дня, условно можно развить историю развития струнного транспорта на 4 этапа, вот. Мы сегодня находимся на четвертом, и сразу, наверное, начну с четвертого, кратко, да, потому что цель вообще всего этого дела, чем мы сегодня занимаемся, вот. Почему мы проводим презентацию компании SkyWay Capital, потому что в тринадцатом году, да, после всего того, как Юницкий, скажем, провел огромное количество работы за предыдущие 35 лет, да, грубо говоря, было принято Анатолий Эдуардовичем решение после огромного количества переговоров с людьми мира бизнеса с чиновниками различного уровня целого ряда государств, да, которые заканчивались, как правило, неудачно, потому что, как бы так, люди были не готовы инвестировать денежные средства, чиновники ждали команду сверху, бизнесмены в итоге хотели, единственное, что сделать, это овладеть технологией, да, чтобы Юницкий пример был ученым, который бы ее разрабатывал, а они бы это реализировали. Так вот, было принято решение технологию оценить, ее оценили независимые европейские агентства и компании, в которых есть лицензия на оценку интеллектуальной собственности, да, и на основании интеллектуальной собственности, которая превышает 400 миллиардов долларов, а именно в такую сумму оценили технологию Юницкого, была зарегистрирована компания Великобритании. И после этого было принято решение начать работать по системе краудинвестинга, начать привлекать инвестиции с целью финансирования строительства участка, да, на котором будут продемонстрированы возможности грузового, городского и высокоскоростного скайвы. Но, что было до того, до 2014-го года, до 2013-го года, да, три этапа развития технологии струнного транспорта. Первый, с конца 70-х годов, посередине 90-х, это и первая заявка на изобретение, Советский фонд мира выделял грант на развитие данной технологии, была конференция проведена на территории Республики Беларусь по внеракетному освоению космоса, скажем так, на которой присутствует большое количество космонавтов, членов Федерации космонавтов СССР, герой Советского Союза были на этой конференции. Вот, на втором этапе у Юницкого уже была своя школа, с 95-го по 2000-й год, научная в Петербурге, где он проводил большое количество испытаний в аэродинамической трубе, по преданию наиболее опекаемой формы будущему подвижному составу. Физически действующие модели в это время были продемонстрированы различного масштаба, 1 в 15, 10 в 5. Именно в это время Организация Минных Наций обратила внимание на технологии, выделила первый грант. И, по сути дела, документально было отработано первое поколение технологий. Третий этап был важен тем, что в этот момент у Анатолия Даровича Юницкого, благодаря содействию Александра Лебедя, который был губернатором Красноярского края на тот момент, был построен полигон под московным городом Озера. Есть фотографии на сайте Юницкого, которые мы с вами выделили, где можно найти нулевой километр дороги струнного транспорта. То есть планировалось построить дорогу от Озер до Москвы, там это более 100 километров. Город Озера находится в Московской области. На полигоне был продемонстрирован, что из себя представляет транспорт недалекого будущего. То есть вы видите, что Ю-131 сбирается по металлической эстакаде, внутри которой натянуты эти струны, о которых речь шла в ролике. Внутри прокачан бетон, это была где-то порядка 170-метровая эстакада. Важный момент, наверное, то, что, скажем так, путевая структура, метр которой весит менее 100 килограмм, выдержала, скажем так, транспортное средство, которое сбирается по ней весом более, по-моему, 12 тонн. Что еще хотелось бы отметить про полигон? То, что во время работы полигона был выделен Организация Удивных Наций второй грант на развитие технологий. Было, скажем так, проведено большое количество испытаний в разных погодных условиях. Отработан целый ряд методик, касаемых струнного транспорта. Были получены заключения целого ряда институтов, скажем так, и структур государственных на территории Российской Федерации, которые имеют отношение к науке, технике и транспорту в первую очередь. Там будет слайд, на котором не полный перечень, но основных структур как раз показано. Что хотелось бы еще сказать в это время. То есть в это время о технологии узнал весь мир, потому что много внимания уделялось в различных средствах массовой информации. Технологии струнного транспорта. Это были центральные телевизионные каналы, это были региональные телевидения, в печатной прессе появлялась информация, в журналах, касаемых, скажем так, науки, техники и транспорта. То есть информация о струнном транспорте. И, по сути дела, были заключены государственные контракты на строительство дорог в целом ряде регионов Российской Федерации. Это Ханты-Макийский автономный округ, Хабаровский край, Ульяновская область. И губернатор Ульяновской области на госсовете в 2009 году представил технологию президенту страны, а на тот момент был Дмитрий Медведев. По-разному люди реагировали, которые были на госсовете. Там были все губернаторы, министры профильных министерств. То есть Медведев сказал, да, там уж не на есть инновация, но есть одна проблема. Кризис. Найдете деньги, пожалуйста, развивать. История, кстати, с Медведевым получила развитие буквально не так давно. На этом мы заострим внимание. После госсовета было принято решение выделить, точнее распоряжение Минтрансу, чтобы он изыскал около миллиарда рублей на развитие технологий в Ульяновском регионе. К сожалению, через неделю после данного госсовета полигон подмосковном городе Озер разобрал. И как я начал историю развития струнного транспорта, мы находимся на четвертом этапе. В 2013 году оцениваем интеллектуальную собственность. И в 2014 году были привлечены первые инвестиции в конце января в цель финансирования строительства еще раз такого теста участка, который был в подмосковном городе Озера, но уже, скажем так, технологии следующего поколения. И сегодня, как я вам говорил, речь идет о четвертом поколении струнного транспорта, которое мы в скором времени продемонстрировали. Не буду, скажем так, обгонять события. Я говорил вам, да, что целый ряд структур, находящихся на территории Российской Федерации, давали свои экспертные оценки и заключения о технологии ЮНИСКОВ. В чем ее преимущество, почему ее перспективно использовать и так далее, и так далее. Вы видите сейчас короткий перечень на данном слайде. Это Институт проблем транспорта Российской Академии, Новоксибирское отделение Российской Академии транспорта, ГОСТРОЙ России, Министерство экономики транспорта, Российская инженерная академия, про Организацию обменных наций мы уже дважды говорили, Петербургский госуниверситет, такие сообщения, и еще целый ряд организаций, которые вы можете найти на сайте ЮНИСКОВ и с этим всем ознакомиться. Было получено более 50 патентов на те ноу-хау, которые ЮНИСКОВ использует, и на целом ряде международных выставок, форумов, посвященных теме транспорта в первую очередь, было получено порядка 40 международных дипломов, наград, рвотых медалей, кубков, две премии, например, «Золотая колесница», номинации «Проект года» «Транспорт Моторс». Так было создано с 2014 года по сегодняшний день. 2014 год стал ключевым еще в плане того, что у нас было открыто научное предприятие на территории Республики Беларусь в городе Минске в мае месяце 2014 года. Ну и по сути дела, 2014 год открыл возможность стать инвесторами огромному количеству людей, ну а нашей компании получить первые инвестиции и искать, где мы можем, скажем так, эти средства реализовать с целью продемонстрировать возможность струнного транспорта. Что, в принципе, произошло в 2015 году? 2015 год стал переломным, то есть все стало развиваться быстро и динамично. Ну, в начале года может быть не так, а вот к концу года 2015 все стало происходить гораздо быстрее. В 2016 году все развивается еще быстрее. Итак, в январе-феврале 2015 года был определён участок местности, за который было принято решение бороться. Это было на территории Республики Беларусь, в Минской области, недалеко от города Марина-Горка, в Пуховичском районе. Порядка 36 гектар участок местности, скажем так, где? На бывшем танковом полигоне. В феврале месяца 2015 года начала свою деятельность компания Skyway Capital, презентация которой сейчас идёт. 24 февраля состоялась первая презентация. В феврале же месяце были, скажем так, сделаны первые эскизные наброски в привязке к конкретному участку местности, что мы будем делать на территории. На тот момент, скажем так, это называлось тестовый участок или полигон, сейчас это называется эко-технопарк. Дальше. Весной были проведены двухраундовые переговоры с партнерами Соединенных Арабских Эмиратов и нацелен целый ряд, скажем так, работ, которые, может быть, в ближайшее время будут воплощаться, потому что арабская сторона тоже следит за всем тем, что происходит у нас на территории Беларуси. В июне месяце, 22 числа, на аукционе по всем правилам, действующим на территории Республики Беларусь, было принято решение закрепить участок площадью почти 36 гектар за компанией «Струнные технологии», генеральным директором которой является Анатолий Дарачев-Ницкий. В городе Ницкий. Далее. В июле месяце начались первые работы на территории эко-технопарка, изыскатели, там, пробы грунта и так далее, и так далее. И, по сути дела, в августе началось строительство. То есть были вырыты первые котлованы по данкерной опору и прочее. В сентябре месяце специалистами нашей компании был получен так называемый международный копий инвестиционной ценной бумаги, так называемый ICIN, процедура, которую проходит большинство компаний, акций, которые сегодня котируются на международной бирже. В сентябре же месяце состоялся первый приезд австралийской делегации во главе с бывшим министром транспорта Южной Австралии Родом Хуком, который приехали посмотреть воочию, не почитать, не в интернете ознакомиться. Что из себя представляет технологии, какие есть наработки, познакомиться с генеральным конструктором. После данных переговоров Род Хук уехал в Австралию с твердым намерением продвигать данную технологию на австралийском континенте. В октябре 2015 года состоялась закладка нулевого километра дороги Skyway и вы видите на нижнем, на нижней фотографии на данном слайде. Прошла международная конференция, на которой было несколько десятков наших инвесторов, более чем из 10 стран мира, которые приехали высадить свои минные деревья. У нас была акция такая. Далее, осенью же группа компаний Skyway предприятия струнной технологии приняла участие в тендере в рамках программы «Зеленая экономика Республики Беларусь». И денежные средства, которые распределялись порядка между двумя десятками проектов, которые подались в этой программе, были также предоставлены компания струнной технологии. И в ноябре месяца 2015 года в конце группа компаний Skyway перешла на работу с новым инвестиционным продуктом. Это возможность приобретения пакетов долей компаний нашей по рассрочке. Это удобно нашим партнерам, которые могут инвестировать незначительные денежные средства и на выгодных условиях становиться совладельцами долей компании, которые сегодня им отдает Анатолий Дорожью Литки, а в будущем иметь очень серьезный уровень дохода, потому что минимальный уровень доходности сегодня по этим долям компании 36 раз. На начальном этапе это было гораздо больше, потому что, скажем так, в 2014 году рисковость, венчурность нашего проекта была гораздо более ярко выражена, чем это есть на сегодняшний день. Сегодня нам есть что-то показать, сегодня можно приехать и потрогать, увидеть, как, по сути дела, в круглосуточном режиме идет строительство эко-технопарка. В январе 2014 года показать было ничего нельзя, кроме документов, скажем так, и заверение самого Анатолия Дорожьевича и его соратников, что мы это сделали. Итак, 2016 год. Как я вам говорил, получила продолжение истории с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Анатолий Дорожьевич написал в начале года письмо премьеру Российской Федерации, в котором написал, что спасибо вам большое, что обратили внимание на наши технологии в 2009 году. И вопрос, который вы задали, найдете денежные средства, пожалуйста, занимайтесь развитием данной технологии. Мы на него нашли ответ. И приглашаем вас к концу года приехать и самому лично убедиться, что мы сделаем на сегодняшний день. Далее. В феврале месяце 11 числа состоялось заседание экспертного совета премьер-минитерского транспорта Российской Федерации, которое признало технологию, разработанную ниткин, инновационным. То есть это важный шаг, потому что и сейчас продолжают некоторые говорить, что вы занимаетесь непонятно чем, какая-то там технология, непонятно, как привлекает инвестиции, пирамида, не пирамида. Вы понимаете, что финансовую пирамиду Министерство транспорта Российской Федерации не может признать инновационной технологией. Далее. Заседание рабочей группы того же, скажем так, экспертного совета Минтранса в марте месяце признает данную технологию перспективной к использованию территории Российской Федерации. И Комитету по импортозамещающим технологиям дано распоряжение продолжить тесное сотрудничество с предприятием струнной технологии, убедиться осенью, что из себя представляет данная технология, и уже конкретно в конкретных местах вступить к отработке, скажем так, данных проектов, во что это может вылиться, насколько это экономически выгодно, насколько это выгодно по деньгам встроить данную дорогу в целом ряде регионов Российской Федерации. Важным мероприятием, которое нас ждет уже буквально через 8 дней, станет крупный транспортный форум, который проходит раз в два года на территории Германии, в Евросоюзе, в Берлине, под названием «Энотранс». То есть важный момент, наверное, стоит отметить, что как бы так, не работники нашей компании искали какую-то возможность, обивали пороги каких-то структур. А приглашение пришло от устроителей данной выставки. Они сказали, что мы знаем, что у вас есть технология, приглашаем вас в категории транспортной инновации представить технологию струнного транспорта. Анатолий Дарвич Ванитки принял решение продемонстрировать, скажем так, две модели действующего подвижного состава. Это Unibank будет и 14-местный Unibus. И как было сказано в конце прошлой недели, что эти данные транспортные средства уже направлены на выставку и на транспорт. И с 20 по 23 число специалисты нашей компании будут рассказывать всем интересующимся, что из себя представляет данная технология. Не можем сказать, что мы делаем единственную ставку на это мероприятие, но тем не менее, это международный форум, на котором будет представлено порядка двух тысяч 800 с лишним компаний. Одна из них будет компания Skyway. Одно из мероприятий крупных в этом году уже у нас состоялось. Это экофестиваль, который прошел 23-24 числа на территории Республики Беларусь. Первый день порядка 700 с лишним инвесторов были на территории Экотехнопарка, где могли познакомиться и Санаторий Дарвичем со специалистами нашей компании, убедиться, что деньги, которые они вложили в наш проект, пошли на конкретную слойку, то есть посмотрели своими глазами, что уже было сделано на тот момент. Многие из них, опять же, что сажили деревья, именно те, кто участвовал в акции «Посади дерево». Второй день прошел на территории города Минска. В планах компания на 2016 год, к концу 2016 года закончить строительство городской трассы Skyway и сейчас строится и заканчивается тоже будет строительство легкой трассы, на которой будут передвигаться юнибайки, легкие юнивусы, небольшого, скажем так, вместимости. Далее параллельно идет строительство грузовой трассы Skyway, то есть это анкерные опоры, точно так же, как для городской трассы и для облегченной трассы это промежуточные опоры, подвозочный-развозочный терминал и так далее. И в 2017 году планируется продлить участок городской трассы до 15 километров с целью демонстрации возможностей высокоскоростного Skyway. То есть это то, что будет реализовываться в ближайшее время. Все чаще, как и это было, вы помните, мы говорили о том, что во время существования полигона в подмосковном городе Озер в средствах массовой информации много рассказывалось о технологии Зенитского. То же происходит и сейчас. То есть в огромном количестве интернет-изданий, печатных изданий, на телевизионных каналах, радиостанции целые посвящали, скажем так, время, были тематические передачи, например, в той же Австралии тот же Родхук выступал на радиостанции, где рассказывал технологии, на телевидении, то есть он уже провел несколько презентаций. Кстати, в июне месяце австралийская делегация второй раз посещала территорию технопарка, посмотрела, что было проделано, отметила, что сделано очень много и, кстати, после этого мероприятия Родхук возглавил наше австралийское предприятие и в планах уже к концу 16-го года начать строительство дорог на территории австралийского континента, потому что там и были проведены переговоры со строительством небольшой трассы в университете этих лидерс, но это далеко уже не единичный проект. Прошли конференции в целом ряде государств не только на территории СНГ, и в Словакии, например, заключен договор о взаимодействии со Словаским техническим университетом, основной задачей которого будет создание адресных проектов на территории Центральной Европы и Словакии в том числе. После этого на Словаском телевидении вышла передача опять же в новостях посвященная Скайвею и потом в печатных изданиях обсуждалась тема возможного строительства дороги по технологии Скайвея в городе Нитро. И таких фактов очень много. Вы можете зайти на наши сайты Skyway в СМИ и там посмотреть за последнее время где и тогда о нас рассказывалось. В принципе, если говорить о технологии, то, наверное, все, потому что о ней можно говорить много. Мы раньше говорили и по 50, и по часу, где подробно останавливались на каждом этапе развития технологии. Перейдем, наверное, с вами непосредственно к предложению компании Skyway Capital. Компания является сегодня официальным партнером группы компании Skyway и задачей это привлечение инвестиций. Зарегистрирована в Великобритании. Деятельность, которую мы развернули, даем информационную деятельность, которая позволяет привлечь инвестиции, способствует выведению на мировой транспортный рынок технологии, о которой мы с вами кратко поговорили. И платформа привлечения инвестиций в компанию Skyway Capital осталась той же. Мы переняли опыт компании РСОС Систем и работаем на базе краудом рейтинга, где абсолютно любой человек имеет возможность по тем, скажем так, возможностям, которые у него есть финансовым, стать обладателем какого-либо пакета долей компании и в будущем на этом получить очень серьезный источник дохода. Потому что, скажем так, деньги, которые сегодня инвестируются, они могут быть многократно увеличены. Как я говорил, у группы компаний Skyway, я этого не сказал, есть четкий 15-этапный план развития. И сегодня мы с вами находимся на седьмом этапе, который подходит к концу. Каждый этап подразумевает определенное количество работ, которые необходимо выполнить с целью продвижения строительства Экотехнопарка к демонстрации транспорта и проведению сертификационных работ. То есть, вот это вот четко, что необходимо сделать. На каждом этапе уровень доходности или дисконт, он меняется. чем ближе мы к моменту реализации технологии, чем больше инвестиций мы привлекаем, при переходе на каждый последующий этап дисконт уменьшается. Потому что рисковое сложение становится меньше. И как я вам говорил, основная цель это выведение транспорта на мировой транспортный рынок на базе краудинвестинга, платформа, которая позволяет нам сегодня привлечь максимальное количество инвесторов на основе микрофинансирования. Это, в принципе, основная задача компании Skyway Capital. Сегодня человек из категории студентов, никого не хочу обидеть, пенсионеров, людей, скажем так, из социальных слоев, которые не сильно обеспечены финансовыми средствами, имеет возможность стать совладельцами данной технологии, со владельцами технологии Skyway. И в будущем на этом получать доход либо от продажи тех долей компании, которые он сегодня приобретает, в дальнейшем сможет приобрести, либо заработать, если еще будет предпринимать то, какие шаги. И стать крупным владельцем этого пакета, обеспечить финансовое будущее себе и своей мере. Получать можно в дальнейшем будет дивиденды, когда у компании будет прибыль. Я думаю, многие из вас понимают, что дивиденды не платятся из чего-то другого, как прибыли компании. Мы создаем благоприятные условия для инвестиций, по сути дела, для каждого отдельно взятого человека. Проинвестирует наш проект может практически любое граждане мира. И, конечно же, важная задача, которую мы ставим перед собой, это своевременное информирование вас обо всем, что происходит в технологии, то есть обеспечение вас всей необходимой информации. У нас для этого есть большое количество инструментов, это и рассылки на электронные адреса, и смс-рассылки. У нас есть служба технической поддержки, которая может в режиме реального времени отвечать на ваши вопросы. У нас, в конце концов, есть отдел информационной поддержки в Москве, где работают квалифицированные специалисты, готовые, ну, по крайней мере, в течение рабочего дня с 10 до 19 часов отвечать на ваши вопросы, помогать вам разобраться в информации, какими способами вы можете проинвестировать в наш проект, как это удобно вам сделать, с меньшими потерями и так далее. У нас существует несколько возможностей стать владельцами пакетов долей компании Skyway Capital на сегодняшний день, да, и самое простое из них, это стандартный просьб, который вы сейчас видите на экране, вот, как я вам говорил, стать владельцами пакета акций может абсолютно любой человек, и минимальная сумма инвестиций, по сути дела, она небольшая, это порядка тысячи рублей, в среднем, до 15 долларов США, на выходе вы получаете 540 долей компании Skyway Capital, и по окончании каждого месяца эти данные заносятся в реестр основного реестродержателя. Каждый последующий пакет стоит немного больше, но и уровень доходности, так называемый дисконт, на каждом пакете выше, то есть мы видим, да, от 36 раз до 350 раз может сегодня приумножиться ваши инвестиции. Мы предполагаем, делаю акцент, да, что к концу 17-го года каждая отдельно взятая доля компании будет стоить 1 доллар США. Я не утверждаю это, но тем не менее, скажем, это предполагалось с самого начала, и мы двигаемся в этом формате. То есть, если вы приобретете пакет стоимостью, например, 200 долларов, то ваши деньги умножатся в 100 раз. Я сакцентирую внимание, наверное, на пакете 1000, потому что мне потом удобно будет сравнивать, скажем так, с некоторыми пакетами, о которых будем сегодня говорить. Итак, коллеги, пакет, который стоит 1000 долларов, в принципе, если говорить об инвестициях вообще, да, куда бы вы их ни делали, уровень доходности такой, в принципе, сегодня найти очень сложно. Многие говорят, инвестируйте в недвижимость, там, инвестируйте в акции, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Вот как раз-таки долей компании сегодня нашей, вот та инвестиция, которую может сделать любой человек, она напоминает те инвестиции, которые делают миллионеры, мультимиллионеры, миллиардеры. Они распознают какую-то небольшую компанию, которая, скажем так, выходит с классной идеи, предполагает, что эта идея будет приносить серьезную прибыль, потому что она будет востребована людьми. Да, и в будущем, когда так и происходит, те люди, которые инвестируют деньги на начальном этапе, их деньги приумножаются многократно. Вот то же самое, по сути дела, происходит сегодня и в проекте компании Skyway, да, в компании Skyway Capital. В принципе, я привожу пример обычной презентации. Представьте себе, в 70-е годы, конец, середина, к вам обращается Билл Гейтс, к вам обращается Стив Джобс, Майкл Дэл, да, и говорят, друзья, вот я собираюсь развить такую-то компанию, мы будем выпускать программное обеспечение, либо, скажем так, устройство, которое будет позволять людям общаться в сети интернет, которое тогда мало кто знал, да, и так далее, и так далее. Это принесет миллионы и миллиарды долларов, и вы станете богатыми. Вот те, кто тогда им поверил, они сегодня действительно богаты. Вот такая возможность есть у вас, потому что сегодня емкость транспортного рынка, да, все равно намного больше, чем емкость даже рынка АКИ технологий на сегодняшний день. И востребованность в транспорте сегодня все-таки выше, чем востребованность в Эпплах устройства, да, тем в Самсундах, там или в чем-то еще, в планшетах, смартфонах. Вот, как я сказал, интернет, хоть он уже давно известен, но он далеко еще, скажем так, во многих углаках земли его нет. А транспорт нужен. Более 90% людей нуждается в том, чтобы перемещаться по планете. Для разных целей. Итак, вы заметили, пакет, который стоит 1000 долларов в обычном прайс месте, 180 тысяч штук долей компании на выходе. Потенциально им 180 тысяч долларов. Деньги умножают в 180 раз. Но у нас сегодня пока еще, вот, не началась, например, выставка Иннотранс, существуют еще акционные пакеты, да, это пакет Иннотранс, который в себя включает следующую, скажем так, возможность. Если вы приобретаете пакет в личном кабинете на желтом фоне, ставите единичку, да, оплачиваете эти тысячи долларов, соответственно, у вас на выходе будет не 180 тысяч акций, а 235. Это вам позволит уже, скажем так, выиграть ни много ни мало 55 тысяч акций по сравнению со стандартным возможностями инвестирования. Если вы тут же сделаете, потому что раньше данный пакет предусматривался, он в июне месяце был запущен, и там было сказано так, купил пакет, если меньше месяца прошло, ты купил следующий, тебе начисляют 270 тысяч акций. Если ты еще в течение месяца последующего успел купить, тебе начисляется 290 тысяч акций, и еще, если ты не позднее, чем через месяц купил, еще 300 тысяч. Сегодня все тоже это можно проделать, но в течение нескольких дней. То есть, если вы делаете четыре покупки, скажем так, один купили, потом второй, третий, четвертый, вам будут начислены все вот эти акции, о которых я вам сейчас говорил, доли компании. Для наших партнеров, проживающих на территории стран Центральной, Восточной и Западной Европы, там, скажем так, уровень доходности заметно выше, уровень дохода, точнее, не так давно, около трех месяцев назад, были введены пакеты, скажем так, разовой крупной инвестиции от 5 тысяч долларов за раз, люди готовы платить, такие есть, до 50 тысяч долларов. То есть, помимо всего прочего, этим людям предоставляется возможность приехать на территорию этих напарк, когда это будет происходить, высадить свое имяное дерево. Начиная с 10 тысяч долларов США, 25,50 у нас пакеты, это дерево, скажем так, резкой породы. То есть, память о вас будет увековечена на территории Центра демонстрации и сертификации Skyway. Для тех, кто у нас еще не безразличен возможности получения дохода уже сегодня, не дожидая, скажем так, дохода от инвестиций в будущем, есть пакеты, которые вы можете приобрести только с бонусного счета. Я потом чуть позже скажу, о чем идет речь, что такой бонусный счет, но не, скажем так, с основного счета, не со своих платежных систем вы это сделать не сможете. А вот если вы способствуйте популяризации нашего проекта, доночите информацию до своего окружения, что есть такие возможности и стать инвестором, и в дальнейшем, скажем так, изменить круто ситуацию со своей финансовой составляющей. И если вы еще зарабатываете, о возможности получения дохода сейчас, мы этих людей вознаграждаем процентом от привлекаемых инвестиций по нашей партнерской программе. Эти деньги начисляются на бонусный счет и на акционный счет. Так вот, если вы зарабатываете деньги, если вам начисляются на бонусный счет, у вас есть возможность купить пакеты за не очень большую цену, но очень хорошим дисконтом. То есть, эти пакеты приобретать выгодно. Итак, у нас есть пакеты приобретения долей компании в рассрочку, я вам это говорю. То есть, это запущено с конца ноября прошлого года. У нас стандартные пакеты старт, сеньор, стабильный бизнес, то есть, к ним мы уже привыкли. Это пакеты введены где-то с конца января 2016 года. У этих пакетов есть дополнительные условия, где вы можете получать дополнительные пакеты долей компании тем цифрам, которые, видите, написаны на сайте. Помимо 26250 долей компании, вы можете заработать еще 9000, если, например, сделать удвойной платеж во время своей рассрочки, которая рассчитана на 10 месяцев. То есть, вы 10 месяцев можете по 25 долларов оплачивать, на выходе у вас будет 26000 пакетов долей компании. А если сделать удвойной платеж, и вы пригласите трех людей, которые купят пакеты по 25 долларов и более, вам начислить 9000 акций. Соответственно, на пакете бизнес, который вы можете оплачивать на протяжении 9 месяцев по 200 долларов ежемесячно, вам добавится сразу 144000 акций в 405 тысячах долей компании, которые вы уже приобретаете по расстройке. Для людей, которые проживают опять же на территории стран, развитых стран Европы, у нас есть пакеты, где рассрочка, скажем так, ежемесячная, значительно больше, чем то, что вы видите на верхней части слайда. 500 тысяч долларов, 2,5 тысячи долларов, и 5 тысяч долларов в месяц. Но, скажем так, дисконт очень приятный, очень солидный, то есть, на выходе люди здесь получают миллионы долей компании Skyway Capital. И у нас есть возможность приобретения пакетов долей компании на своих детей несовершеннолетних. Это пакет малыш на 9 месяцев 65 долларов ежемесячных. И пакет студентов. 150 долларов ежемесячной оплаты. В случае, если вы делаете двойной платеж, вы дополнительно можете получить либо 30 тысяч, либо 85 тысяч акций в этот пакет на своего ребенка. Если вы все в срок делаете, выполняете условия рассрочки, вам еще на ваш счет, который называется премиальный, будет начислено либо 5, если вы выбрали первый пакет, либо 10 тысяч акций, которые вы можете просто на себя оформить от плательщика рассрочки. Как я вам говорил, у нас есть партнерская программа. Партнерская программа позволяет, как я вам сказал, зарабатывать деньги уже сегодня, не дожидаясь выхода на международный институционный рынок, международный рынок транспорта, технологии, группы компаний SkyWay. В принципе, это собственный бизнес, который позволяет вам не выполнять тяжелую физическую работу, а доносить информацию до тех людей, которые вас окружают, в повседневной жизни или в мире интернета и получать от этого доход. То есть инвестируя даже 15 долларов всего в наш проект, купив минимальный пакет долей компании, начав от цена популяризировать его, вы можете стать крупным инвестором в наш проект, не затрачивая больше, скажем так, своих денежных средств, хотя у нас люди покупают большие пакеты для того, чтобы, скажем так, стать обладателем больших пакетов. У нас есть целый ряд преимуществ, мы подробно рассказываем, какие проценты с какого уровня у нас люди получают на вебинарах по партнерской программе по вторникам и пятницам. Здесь просто кратко, скажем так, перечень основных преимуществ. Вас никто не заставляет делать какие-то жесткие товарообороты ежемесячные, лично выкупать каждый месяц какое-то количество пакетов. Вам нужно подтверждать квалификацию. У нас есть 6 уровней карьеры и вот достигнут следующий, вы можете расти только в нестороннем порядке. Достаточно высокий уровень, высокий процент выплат, вы можете с первого поколения получать там от 17 до 20% по привлекаемым инвестициям и большая глубина, с которой выплачивается вознаграждение. До 24 уровня глубины. Никто вас не может ограничить по количеству тех людей, которые могут последовать за вами посредством ваших реферальных ссылок. И очень важный момент, я тоже сделал акцент, что бонусный счет у нас есть, на который начисляются положенные проценты и вы можете эти деньги выводить, вы можете на них приобретать долю компании. Это ваши права. И есть акционный счет, на который начисляется половина денежных мест, положенных по партнерской программе. Вот эти деньги вы можете потратить только на приобретение долей компании. Соответственно, если вы строите партнерскую структуру, вам постоянно начисляются денежные средства на акционный счет и вы их можете реализовывать, докупать и докупать пакеты долей компании и тем самым увеличивать партнеринвестиции в нашем проекте. Для тех, кто строит партнерскую программу, создает бизнес по партнерской программе, у нас есть инструменты внутри личного кабинета. План вознаграждения, который можно скачать себе на компьютер, ознакомиться в личном кабинете и просто потом на своем дополнительном устройстве делиться и рассказывать об этом маркетинг-плане с людьми, которые вас окружают. Реферальные ссылки, которые ведут на форму регистрации в личном кабинете и на целый ряд интернет-ресурсов, на которых люди могут более подробно ознакомиться с технологией. Баннеры для тех людей, которые не по наступке знают, что такое инфобизнес. То есть они могут их разместить на своих интернет-страницах, в блогах, сайтах, в страницах, в социальных сетях. Там не позволяет устанавливать HTML-код. И эти баннеры будут 24 часа стоять у вас на сайте, менять, скажем так, картинка там меняется и так далее, моргать. Нажимая на этот баннер, человек переходит на один из наших интернет-ресурсов, ознакомится может с информацией, нажать кнопку регистрации. Это ваш партнер по партнерской программе. К баннерам прикреплена реферальная ссылка. К новостям из раздела события в нашем личном кабинете точно так же, скажем так, прикреплена реферальная ссылка и вы этими новостями можете делиться в соцсетях. Нажали на кнопочку в соцсети, в которой зарегистрированы, писали краткий комментарий, нажали разместить и эта информация пошла в вашу соцсеть. Друзья ваши, в группах, в которых вы находитесь, люди получают информацию, могут перейти на эту новость, потом перейти на интернет-ресурсы, зарегистрироваться и таким образом у вас появляется реферальный партнер. К инструментам у нас относятся вебинары, которые вы сейчас видите, то есть презентации, партнерская программа, целая середа вебинаров, которые у нас проходят каждый день, там от 1 до 5-7 в день проходят вебинары на разных языках, куда вы можете приглашать людей, говорящих на разных языках, возможно, в акции с тех странах, англоязычные, немецкие, эстонские, венгерские, французские, словацкие, то есть на этих языках у нас проходят вебинары. Живые презентации, которые у нас проходят в целом ряде стран и регионов, информацию об этом вы сможете найти, я вам покажу где, ну и периодически промо-акции нашей компании, ну например, пакеты на транс, его тоже можно назвать инструментом, потому что выгодно его покупать. В разделе событий личного кабинета в расписании вебинаров вы можете найти две таблички. В одной из них вся информация о том, когда и в какое время, по какой теме проходят вебинары, вот такие как сейчас. И вторая, это расписание живых презентаций с фамилиями ответственных и телефонами этих людей, куда вы можете дать своим потенциальным партнерам, они могут позвонить и узнать эту информацию. На сайте www.uniski.com каждую неделю выходит расписание презентации, где уже с временем начала живой презентации и с точным адресом вы можете найти информацию дать людям, проживающим в разных регионах земного шара, там, где рассказывают о компании Skyway Capital. У вас есть возможность обращаться в службу технической поддержки, как со страниц сайта компании Skyway Capital, так и из личного кабинета, как я сказал, в режиме 24 на 7, то есть каждый день 24 часа в сутки. Есть возможность задать вопрос, заказать обратный звонок, то есть с вами свяжутся из Москвы специалисты отдела инстанционной поддержки и помогут вам разобраться в той ситуации, которая у вас возникла. Ну и в целом, если говорить о том предложении, которое сегодня делает каждому инвестору компании Skyway Capital, вы можете принять участие в проекте, который может круто изменить жизнь Земли в целом, то есть тех стран, где будут строиться дороги по технологии Skyway, средний уровень жизни людей в скором времени изменится. Далее, что может еще произойти? То есть там появится какое-то количество, большое количество новых, высококвалифицированных рабочих мест, соответственно, скажем так, люди смогут зарабатывать деньги и так далее. Что, в принципе, произошло со всеми нами с момента, когда стали внедряться IT-технологии и технологии интернета? Появилось огромное количество специальностей, новых возможностей, которых не было до того, вплоть, начиная там от блогера, от фриланса, и заканчивая, скажем так, например, обучение в университетах и так далее последствием того же интернета. Раньше это было недоступно. То же самое произойдет с момента, когда была внедрена технология, разработанная Анатолий Дорочев-Леницким. На данном слайде вы видите телефон, адреса, как с нами можно связаться. Большое количество инвесторов уже посетило наш офис здесь, недалеко от метрополе Ялецкая и Фирпуховская. Лучше, что вы можете сделать, если принять такое решение, предварительно позвонить по этому телефону и договориться по своим образом. На данном этапе у меня вся информация. Я смотрел, что люди задавали какие-то вопросы, постараюсь на них ответить. Если у вас такие есть, тоже пишите здесь в чате. Как правило, последнее время в наших мероприятиях появляется как минимум один человек, который начинает задавать вопросы. Как правило, имя, фамилия, либо, скажем так, погоняло, которые люди пишут, они очень интересны. Заканчиваю плачу первый пакет стопидно, второй такой же, с тем же дисконтом можно вывезти или нет, если измениться дисконт. Елена, вы, если успеете по дисконту седьмого этапа приобрести, соответственно, он будет вот такой, который сейчас. Если вы будете его, скажем так, приобретать, высока вероятность, что мы перейдем на восьмой этап, я не утверждаю, но вот речь уже идет о том, что после инотранса мы можем перейти на восьмой этап, соответственно, вы будете приобретать уже рассрочку по тому дисконту. Вы знаете, смотрите, вот вы задали вопрос, сколько пакетов акций нужно приобрести для того, чтобы получить большее количество дивидендов. Соответственно, дивиденды будут делиться на общее количество акций. Чем больше долей компании у вас во владении, тем большая сумма с дивидендов у вас придется, потому что дивиденд рассчитывается на одну отдельную взятую акцию, соответственно, считайте. Если у вас будет всего 540 этих акций, соответственно, на эти 540 вы получите там 0,0,0 и так далее. То есть это совсем немного. Так, ну в принципе, больше никаких вопросов нет. Запись у бинара будет? Нет. Если есть какие-то еще вопросы, пишите, постараюсь ответить. Я не могу сказать, что я там 7 пяги во лбу и отвечу я на абсолютно любой вопрос. Но тем не менее. Как я вам говорю, завтра у нас будет мероприятие, посвященное маркетингу плану 18 часов по Москве, следите за расписанием вебинаров, за расписанием живых презентаций. Всегда рады с вами общаться. На этом у меня все, если больше никакой лис, добавлю опять же, следите за новостями из Берлина. В Москве планируется 22-го числа этого месяца провести живую презентацию в гостинице Татьяна. Мы ее проводим тут недалеко от офиса, поэтому, если у вас есть москвичи, я думаю, в ближайшее время мы информацию в интернет, на интернет-ресурсах разместим, тогда, где и во сколько она будет проходить. В принципе, все остается тоже в 19.30 по Москве в гостинице Татьяна, зал Марины, первый этаж. Итак, коллеги, до новых встреч, всем здоровья, любви и денег. Спасибо за внимание. До свидания.